Тринитротулол, известный также как тротил, является наиболее распространенным в мире дробящим взрывчатым веществом. Помимо применения в военной сфере, этот материал широко используется в различных гражданских отраслях промышленности, к примеру, в открытых горных выработках, демонтаже высотных зданий и строительстве дорог. Тротил, хоть и является твердым веществом, производится исключительно из жидкого сырья, толуола, а также серной и азотной кислоты. Стоит отметить, что в целях безопасности все здания производственной линии окружены высоким земляным валом, оборудованным специальными тоннелями, ведущими к внутренней части комплекса. Производство тротила начинается с процесса нитрования, который заключается в присоединении к молекуле толуола так называемых нитрогрупп, полученных из молекул кислоты. Все проходит непрерывно в нескольких последовательно работающих реакторах, в которые подается все необходимое сырье. Содержимое реакторов механически перемешивается и интенсивно охлаждается водой. На этой стадии охлаждение имеет решающее значение, так как процесс реакции сопровождается выделением огромного количества тепла. Вода в системе циркулирует в замкнутом цикле, охлаждается и снова подается в систему для поддержания необходимой температуры в реакторах. Водно-канализационное хозяйство является важнейшим звеном производства тротила. После завершения всех реакций полученная жидкая смесь отправляется в сепараторы, задача которых отделить содержащийся в ней тротил от нитрирующей смеси. Затем материал в жидком виде отправляется на линию грануляции и упаковки, где происходит конечная стадия обработки вещества. Жидкий тротил подается на вращающий барабан, снабженный внутренней системой охлаждения, где он также охлаждается и приобретает свойства твердого тела. Специальный нож счищает с барабана затвердевший тротил, который собирается в виде мелких гранул и отправляется для упаковки и хранения на склад готовой продукции. Температура плавления тротила всего около 81 градуса Цельсия. Он легко плавится в горячей воде, поэтому может использоваться в военном деле и гражданской промышленности как в гранулированном, прессованном, так и литом виде, приобретая любые необходимые формы. Субтитры создавал DimaTorzok